привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наконец-то мы с алексеем собрались снять большой ролик о возникновении подъемной силы крыла разобраться в нем с тем как эта сила возникает разрешить разные споры которые ведутся вокруг этой темы разобрать парадоксы и начнем мы совсем простого спора когда одни говорят что подъемная сила крыла возникает из-за того что крыло имеет несимметричный профиль оно более выпукло сверху чем снизу а другие возражают нет причиной подъемной силы является наличие угла атаки ну и на этот вопрос мы ответим простым экспериментом и с этой целью мы собрали вот такое грубое подобие аэродинамической трубы воздух из воздуходовки будет обтекать установленный на эту рамку профиль и сейчас профиль выбран симметричным а сама рамка стоит на датчике силы я его буду обнулять в начале опыта а потом устанавливать профиль под некоторым углом атаки обдувать его и измерять возникающую при этом подъемную силу и вот результаты проведенного эксперимента угол атаки менялся от минус 30 до плюс 30 градусов и в этих пределах подъемная сила была пропорционально углу атаки а теперь повторим эксперимент но на этот раз используем несимметричный профиль сильно выпуклый сверху экспериментальные точки опять ложатся на прямую линию но это прямая сдвинута вверх по сравнению с прямой с предыдущего опыта так что уже при нулевом угле атаки на несимметричный профиль действовала подъемная сила в 50 мили ньютонов а вы вот отсюда очень простой подъемная сила создается и за счет положительного угла атаки и за счет выпуклости профиля и противопоставлять одно другому нет никакого смысла и на спортивных пилотажных самолетах которые значительную часть полета проводят вверх ногами нет смысла делать профиль выпуклым с одной стороны в этом положении он будет только препятствовать созданию подъемной силы так что здесь профиль симметричный и вся подъемная сила создается за счет положительного угла атаки а на больших лайнерах которые в таком положении летать не будут подъемная сила существенным образом создается за счет выпуклости профиля хотя положительный угол атаки здесь тоже имеется следующий спор который часто ведется между любителями авиации выглядит так подъемная сила возникает за счет действия закона бирнули говорят одни верхняя и нижняя стороны крыла обтекаются с разной скоростью на верхней стороне скорость больше поэтому давление меньше и именно это разность давлений создает подъемную силу нет говорят другие подъемная сила возникает за счет действия третьего закона ньютона крыло отбрасывает воздух вниз и за счет этого изменения импульса возникает сила действующая на крыло вверх но и этот спор он тоже бессодержательный потому что одно здесь невозможно без другого это просто две стороны одного явления спорщики ведут себя как те кто спорил об облике слона в темноте изменение импульса воздушного потока можно показать на совсем простом опыте приклеив ниточки к задней кромке крыла при нулевом угле атаки поток за крылом все равно несколько отклоняется вниз а если увеличить угол атаки угол отклонения потока становится весьма значительным а для того чтобы продемонстрировать как возникает разность давлений на двух сторонах крыла нам пришлось построить вот эту установку своеобразную небольшую аэродинамическую трубу в которой воздуходувка будет работать на всасывание воздуха и воздух будет заходить и обтекать профиль который находится внутри трубы а к двум поверхностям этого профиля подсоединены две медные трубочки они спускаются вниз и к ним уже подсоединит два колена у образного манометра включаем воздуходувку и в коленах манометра устанавливается разность уровней в три сантиметра а это значит что на выпуклой поверхности крыла давление воздуха меньше на 300 паскалей и хотя наша аэродинамическая труба весьма примитивна она продемонстрировала все что нам нужно теперь мы поговорим о том как возникает разность давлений на нижней и верхней поверхностях несимметричного профиля пока что довольствуясь школьным простым объяснением и не вдаваясь в разные тонкости ну начинаем с формулировки принципа бернули который говорит что в стационарном потоке вдоль линий тока или вдоль трубок тока сохраняется вот такая величина сумма скоростного напора ровый квадрат пополам и давление ну и соответственно смотрим теперь на поток который налетает на крыло верхняя трубка тока она как бы пережимается крылом ее сечение становится меньше чем для такой же нижней трубки но раз сечение меньше значит скорость больше а в силу принципа бернули если больше скорость то меньше давление вот оказывается что на верхней поверхности крыла давление меньше чем на нижней мы между прочим только что это наблюдали на опыте и вот эта разность давлений и создает направленную вверх подъемную силу теперь я вновь хочу вернуться к разным суждениям возникающим в дискуссиях в интернете и например среди них есть такое некоторые люди считают что скорость потока сверху над профилем больше чем снизу потому что две частицы воздуха пришедший к передней кромке и пошедшие одна вдоль верхней поверхности а другая вдоль нижней должны прийти к задней кромке в одно и то же время а путь сверху длиннее но это суждение не является верным посмотрим на видео снятое в родинамической трубе кембриджского университета воздушный поток периодически подкрашивается короткими дымовыми импульсами и хорошо видно что поток под крылом заметно отстает от потока над крылом они приходят к задней кромке отнюдь не одновременно еще одно рассуждение с которым приходилось встречаться выглядит так давайте рассмотрим крыло профиль которого представляет собой тонкую дужку такие крылья делались на заре авиации ну и кажется что при обтекании воздухом такого крыла он будет двигаться сверху и снизу с одной и той же скоростью откуда тогда возьмется подъемная сила однако это рассуждение не является правильным потому что если посмотреть на трубки тока то опять таки трубка тока над таким профилем пережимается а трубка тока под профилем вынуждена расширяется а стало быть из принципа непрерывности следует что скорость наверху больше чем внизу ну и опять таки побернули мы приходим к тому что давление сверху меньше чем снизу и кстати у нас есть еще одно рассуждение которое показывает что давление на верхней поверхности крыла должно быть заметно меньше атмосферного в этой области посмотрим на частицу которая движется по вот этой линии это движение не прямолинейная частица меняет направление своей скорости а значит на нее действует сила которая заставляет ее поворачивать и эта сила направлена в сторону крыла а чем может быть вызвана эта сила ну только разностью давлений с одной стороны частицы из другой здесь она больше чем здесь ну а стало быть давление падает в направлении от областей удаленных от крыла непосредственно к самому крылу здесь оно меньше атмосферного до сих пор я обсуждал такие заблуждения которыми мне самому казались достаточно банальными а теперь я перейду к заблуждению в котором я и сам пребывал довольно долго и оно связано с тем как рисуются линии тока очень часто мы можем видеть вот такую картинку как будто воздух горизонтально течет сторону крыла потом обтекает его а за крылом уходит вниз ну в соответствии с третьим законом ютона как и положено и тогда получается что есть такая линия ну которую я вот здесь изображу горизонтально а потом она по отношению к этому уровню опускается существенно вниз и вот это рисование приводит к противоречию самом деле я уменьшу этот рисунок продолжу выделенную линию тока с обеих сторон от крыла и нарисую еще две линии тока далеко вверху над крылом и внизу под крылом эти линии будут практически невозмущенными и тем самым прямыми причем я нарисую их так чтобы перед крылом они были равно удалены от средней линии тока а теперь я рассмотрю два воздушных потока которые протекают сверху и снизу от средней линии в невозмущенной зоне перед крылом они движутся с равными скоростями а вот за крылом поперечное сечение верхнего потока будет больше а нижнего меньше значит нижний поток будет двигаться в среднем с большей скоростью но такого не должно быть ведь мы считаем что вдали от крыла все возмущения исчезают и поток со всех сторон должен быть невозмущенным выход из этого противоречия состоит том что средняя линия тока должна не только уходить вниз за задней кромкой но и подниматься вверх перед передней кромкой крыла и правильным будет вот такое рисование а это означает что импульс воздушного потока перед крылом уже направлен отчасти вверх так же как за крылом он направлен отчасти вниз и подъемная сила это реакция на вот такое изменение импульса но как получается что воздух перед крылом узнает о том что ему надо подниматься вверх ответ здесь очень простой все дело в том что мы рассматриваем существенно дозвуковые скорости полета и соответственно дозвуковые скорости течения воздуха относительно крыла а это значит что соответствующие возмущения распространяются от крыла и вперед и заставляет воздух двигаться так как нужно ну и кроме того надо еще сказать что мы рассматриваем крыло очень большого удлинения считаем что скорость полета постоянно принимаем всякие допущения и здесь я пожалуй разобрался со всеми исходными парадоксами с которыми хотел разобраться и готов передать слово алексею для обсуждения теории создания подъемной силы крыла предложенной жуковским но начну я не с модели жуковского а с парадокса который установил еще в середине 18 века французский ученый энциклопедист жан-лерон де ламбер а парадокс этот состоит в следующем представим себе достаточно обтекаемое тело которое движется с постоянной скоростью в не сжимаемой и не вязкой жидкости или что то же самое на неподвижное тело набегает безграничный поток жидкости которая движется с постоянной скоростью и вот оказывается что сумма всех сил давления действующие на тело со стороны жидкости в точности равна нулю а это означает что сила лобового сопротивления направленная по потоку будет равна нулю ну и подъемная сила направленная перпендикулярно потоку тоже будет равна нулю в качестве первого примера рассмотрим безвихревое обтекание цилиндра перед цилиндром поток тормозится и по принципу бернули здесь образуется зона повышенного давления по бокам от цилиндра трубки только пережимаются скорость потока увеличивается а давление падает но самое интересное при таком обтекании происходит сзади скорость потока здесь мала а значит давление снова оказывается повышенным распределение давления получилось симметричным и поэтому суммарная аэродинамическая сила равна нулю и хотя картина обтекания построенная в рамках этой модели выглядит весьма убедительной в реальности мы знаем что обтекание цилиндра происходит с лобовым сопротивлением а дело в том что при достаточно высоких скоростях поток сзади цилиндра срывается и образуется турбулентная зона так что обтекание уж точно не является симметричным посмотрим теперь на обтекание профиля форме тонкой дуги и мы неожиданно видим не только зону пониженного давления над крылом но и две области низкого давления под кромками крыла а зоны повышенного давления также расположены не только под крылом но и над кромками крыла и в результате подъемная сила такого профиля в этой модели снова равна нулю а теперь посмотрим на обычный профиль над ним конечно возникает зона пониженного давления но давление понижается также под задней кромкой и повышается над ней почему же это происходит а дело в том что в этой математической модели линия тока разделяющие потоки воздуха под крылом и над крылом сходит не задней кромки крыла а с точки которая расположена на верхней поверхности крыла и в этой точке скорость воздуха очевидно равна нулю а давление максимально и здесь образуется зона повышенного давления а теперь посмотрим на линию тока которая вынуждена огибать заднюю кромку крыла здесь воздух резко разворачивается ну а это может происходить только потому что здесь давление сильно понижено но ясно что это только математическая модель а физически линия тока разделяющие потоки над крылом и под крылом должна сходить задней кромки крыла и здесь мы переходим к модели жуковского николай егорович жуковский не был авиаконструктором но однако его называют отцом русской авиации потому что он разработал теорию крыла построил первую аэродинамическую трубу и создал центральный аэро гидродинамический институт цаги а чтобы понять теорию жуковского нам нужно еще раз вспомнить два условия линия тока должна сходить задней кромки крыла и еще нужно вспомнить то о чем говорил андрей линия тока подходящая спереди должна подниматься снизу и чтобы прояснить эти требования мы сейчас сделаем опыт с этим нехитрым планером сделанным из двух склеенных стаканчиков запускаем планер с помощью закручены вокруг него резины он взлетает вверх и спускается по наклонной траектории замедлим это видео и сделаем трассировку спуск происходит с постоянной скоростью значит аэродинамическая сила в точности уравновешивает силу тяжести а на скорости 480 кадров в секунду мы хорошо видим быстрое вращение планера и именно оно приводит к появлению подъемной силы когда цилиндр вращается он вовлекает в это вращение окружающий воздух а если мы теперь наложим на эту циркуляцию равномерный поток воздуха то над цилиндром скорости складываются а под цилиндром вычитается но теперь получается что цилиндр обтекается сверху потоком с большей скоростью чем снизу и в модели идеальной жидкости картина обтекания выглядит вот так здесь появляются восходящая линия тока перед цилиндром и нисходящие за цилиндром о которых мы уже несколько раз говорили и по принципу бернули над цилиндром скорость обтекания больше значит давление меньше чем по цилиндром в результате на цилиндр действует направленная вверх подъемная сила лёша ты знаешь наверное у многих наших зрителей уже возник вопрос почему мы красным цветом изображаем минимальное давление а зеленым максимальная хотя вроде бы естественно эту цветовую шкалу использовать ровно наоборот дело в том что для рисования обтекания мы используем программу которая предназначена для расчета магнитных полей и вообще-то это картина цилиндрического сверхпроводника с протекающим по нему током во внешнем однородном магнитном поле уже так можно конечно можно потому что математические уравнения описывающие обтекание цилиндра и магнитное поле совершенно одинаково почему цвета поменялись а вот это важно дело в том что вместо скорости мы рисуем на самом деле магнитное поле там где магнитное поле максимально максимально и давление магнитного поля а при обтекании там где скорость максимально а давление минимальное. Вот и получается все наоборот. Хорошо, ну тогда есть естественный второй вопрос. Мы сейчас рассматриваем обтекание цилиндра, а вообще-то наш ролик про обтекание крыла. Как одно соотносится с другим? Ну вот здесь-то мы и переходим к заслугам Жуковского, который с помощью развитых к тому времени методов теории функции комплексного переменного, с помощью конфорных преобразований из круглого цилиндра получил знакомый нам профиль крыла. Гений Жуковского состоит в том, что он использовал очень простую комплексную функцию z плюс единица на z. Эта функция преобразует единичную окружность, показанную синим цветом, в красный отрезок. Если радиус окружности изменить, отрезок превратится в эллипс. А если центр окружности слегка сдвинуть, при правильном подборе этого сдвига эллипс преобразуется в кривую очень похожую на профиль крыла самолета. И в результате этих математических преобразований Жуковский, а вслед за ним и мы в программе Визимак, получили вот такую картину, где линия тока сходит с задней кромки, а добавленная циркуляция создает подъемную силу. И все-таки, то, что было сейчас рассказано, это такая чистая математика, или вокруг крыла самолета действительно циркулирует воздух, а? Ну, Жуковский открыл циркуляцию на кончике пера, но мы можем действительно наблюдать эти вихри при определенных условиях. Чтобы понять, как это возможно, изобразим присоединенные вихри вокруг крыла. Теперь учтем, что реальное крыло имеет конечный размах. Давление под крылом больше, чем над крылом, и воздух на концах крыла перетекает с нижней поверхности на верхнюю, образуя концевые вихри. Эти вихри срываются набегающим потоком, и в результате за концами крыла возникает спутный след из двух вихрей, вращающихся в противоположные стороны. И эти вихри можно видеть, если самолет пролетает через край облака или садится в полосу тумана. А еще наличие циркуляции воздушного потока вокруг крыла позволяет измерить подъемную силу без использования аэродинамических весов методом полпотолок. Для этого измеряют скорость наверху и внизу аэродинамической трубы, затем находят циркуляцию как интеграл от скорости по замкнутому контуру, ну а затем аэродинамическая сила находится по формуле Жуковского. Хорошо, я понял. В существовании циркуляции вокруг крыла ты меня убедил. Но спрашивается, чем определяется величина этой циркуляции и вообще откуда эта циркуляция берется. Потому что именно величина в итоге определит по формуле Жуковского и подъемную силу крыла для данного профиля, данного угла атаки, данной скорости набегания потока. Ну, исходя из математической модели, на этот вопрос ответить очень легко. Потому что для того, чтобы у нас было хорошее обтекание крыла, нужно, чтобы линия тока сходила с задней кромки, как мы об этом уже говорили. А это условие однозначно определяет величину циркуляции. И из этого условия, которое еще называется условием Кутта-Жуковского, мы ее и определяем. Хорошо, но это математика. А откуда самолет или крыло знает, что циркуляция должна быть именно такой? Как она возникает? Ведь на старте у нас никакой циркуляции не было. А еще я помню, там есть такие теоремы Гельмгольца о существовании вихрей, о том, что если вихря не было вначале, то его не будет и потом. Откуда берется вот это закручивание потока вокруг крыла? Ну, тут надо заметить, что мы пока обсуждали модель несжимаемой и невязкой жидкости. Ну, а все эти вихри, они должны, очевидно, порождаться какими-то вязкими силами. Это требует усложнения модели, но я бы за это не взялся. Хорошо, я понял. И мне кажется, вот на том видео из Кембриджа мы можем показать, как это все возникает. Попробовать, во всяком случае. Обтекание под этим углом атаки все еще идет без срыва. Но посмотрим на заднюю кромку крыла. Видно, что течение за ней неплавное. Там все время происходит генерация вихрей. Их сносит по потоку, но они появляются снова и снова. А течение у нас дозвуковое. Поэтому эти вихри определяют структуру потока не только за крылом, но и перед крылом и со всех сторон от него. А значит, именно они и создают циркуляцию вокруг крыла. Потому что никаких других причин для этого нет. И здесь мы можем продолжать задавать вопросы уже про эти вихри. Какие неустойчивости их порождают? В чем здесь роль сил, вязкости и так далее? И углубляться до бесконечности. Но мы здесь этого делать не будем. А вместо этого перейдем к нашему традиционному заключительному вопросу. Когда самолет садится в сырую погоду, можно наблюдать, как с его крыла срываются спутные вихри. Но они образуются не на концах крыла, а на концах закрылков. Попробуйте объяснить, почему это происходит. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok